Девушки отдыхают 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 Вот у вас вера, как голая оглобля, нет никакой ни нежности, ни той чудотворности, которая бывает у святых. Они этого не знают. Если они начинают что-то духовное говорить, падают, дергаются, ползают, орут, кричат, это гласновалие, пятидесятики харизматы. Они не могут мыслить всеохватно, зрело. Вырывает один стих, вот суббота, субботники, он еще кроме субботи не видит. Все западные только субботы. А он субботу не понимает меньше всего. Он не понимает, что это озвение, суббота, вынешне тогда я буду, не буду мешать. Она образно указывала на воскресенье во Христе. Суббота это шапот, покой. Нам можно ощущить, что человек причащается, он должен ощутить. А если я вижу, что он мертвый, я его иногда спрашиваю, ты причащаешься, нет, у нас есть такой человек, он хороший. Никогда не откажется помочь, просто жертвенный. Но все это, вот, и при том, вот сонно мертвое, не тронь, не задевай, он ходит, улыбается, все нормально. Но подвигнуться где-то, помочь, духовно, поднять человека, он не может. Он мертвый. Он не причащается больше года. И поэтому, по нашему правилу, он стоит соглашенными. То есть, он уже кандидат полностью покинуть, почему он не покидает общину, но выгонять не будешь. И он нужный. А как-то бывает так, что-то пообещают, и не сделают. Даже нужды никакой нету. А человек, который исповедуется, причащается, в нем какая-то обязательность, я грубо говорю просто, и румянец. Румянец не в этом смысле, как мы привыкли, а это жизнь. У меня отец вот так руку ему оторвало, например, кисть. А когда уже операцию делали, видимо, воин СНС, Лука делал, как я ему рассказывал. У него уже вот здесь только культика была, вот так вот. И тут ему завернули шкуру, он отец тоже, говорит, шкуру завернули, дальше отпилили руку, а потом, вот. Ну и, хоть он молодой, а все вместе сранены, ему давали спирт. Это отец рассказывал. А отец-то вон, любил выпить, ему того и надо. А выпьет, то есть у него аппетит, а потом, бас, ему не дают. А врач сначала осматривает, а отец говорит, он рассказывает, а почему из рациона убрали это? А врач зеркало показал, а ты посмотри на себя, я гляну, он говорит, там мне как яблоки, щеки красные, все. Уже не надо, а организм уже работает. То есть, в данном случае, спиртное ему послужало на пользу, потому что он полностью разбитый. Кровь у него набрала силу, он все ест, он там рыбу, мясо приносит, он молотит. Вот это жизнь человека. Когда он причащается, в нем неизримо присутствует вот эта благодать сопричастности к естеству божескому. Это я не стал бы говорить так выспринно, но это действительно так. Повторяю, что мне больше может Игнатий Брянщинин, нам нравится Феофан Затворник. Он у него такое грубоватое выражение, но оно четко доходит до сердца. А человек не постится, он говорит. Причины разные. А причин четыре. Я болею, не могу, гастрит, перитонит начинает. Другой. Ну а что толку поститься? Когда мне нужда будет, я попощусь. И третий начинает еще. А он говорит, а причина одна, не хочу. А вот когда умрешь, и тебя демоны потащат в ад, хочу, не хочу, а пойдешь. А он был один из самых умных, грамотных людей. Переводы делал с греческого, с еврейского, епископ, вышинский. И он знал, конечно, другие обороты речи. Я мог бы заговорить языком Цессерона, Сократа, но дал мне память. Но я разговариваю языком Священного Писания, Библии. Говорят, как часто надо причащаться? Споров много. Одни считают чаще, другие реже. У нас усыновившийся обычай. И этот обычай продиктован тем, что священник внимателен. И такое во многих это полностью все старобрящество держится четыре раза в году, во время поста. Когда пост великий, рождественский, успенский, это вот все настроен, постится и туда причащается. Без этого жизни нет. Он может быть даже активный, может все делать, но у него такие ляпы, такие проколы. Каждый раз он говорит, что с тобой делать? Как ты можешь? Да я как-то не подумал, не подумал это одно, но ты даже и не заметил этого. Это внутреннее. Я сделал замечание, сейчас был у отца Кирилла. У него на стене выдержки Писания, но он все это приписывает мне. У него не было этого, а теперь они его слышали, полюбили. Они сделали, он кому-то это поручил. Ну я люблю, Слово Божие. Я начал читать, бежу на первой же странице, ну листики висят на разные темы. У него ошибка, бежу две ошибки. Третью смотрю три, а чертежно сделали, там буквы отдельно закрыли. Ну и когда обедали, я сделал замечание. Ну мигом это переправдать. И он тоже тут же написал, у меня вот там в сумке лежит, могу даже сейчас показать, который он приготовил там куда-то в Реоновости материал о моем пребывании у них там. Он писатель настоящий, но он самой суть ухватил. Игнатий сделал нам резкое замечание, что из Писания сделали ошибки. Мои листки вылезли больше года, и вы ни разу не прочитали, никто не заметил. Да какие вы же, когда гречи своего владыки, как президента указывают, так к нему относитесь. Я ему сказал, это от него зависит. И то, что другие узнают, чести ему не делают. Какой же ты настоятель, если у тебя люди не знают Писания, не наблюдают даже за ошибками. Значит, ему это все равно. Но он это написал, и этим он привлекает к себе. Он такой же, если такое выражение, простодирит. Пользу, не пользу, он не думает, он пишет и все. Часто причащаются, батюшка наш знает, отец Айти, вот мой родной брат. Эти люди делаются буквально бесноватыми. А почему? Неготовность. Чем чаще причащаются, тем лучше. Ежедневно собирались по домам. Но дело показалось, что люди не готовы. И получается, что многие, Павел говорит, больны. Многие и немало умирают, потому что недостойно защищаются. Если бы мы могли разговаривать с мертвыми, как было у Макария Великого, то можно было прийти в больницу и в морг, даже в больницу. Вы болеете, болеете. А почему? Могли бы сказать. Но если бы сказал Дух Божий через них, все в один голос сказали бы, недостойно защищались, не рассуждаю о деле Господня. На кладбище священник пришел бы, и кто-то громко прибыл. Скажите, вы умерли, какая причащая? Ну там рак, авария, там что-то. Много что можно сказать. Но Писание говорит, ты немало умирает. Священники это убийцы. Убийцы-заразители. Они заразили, которые болеют, недостойно защищаются. Ты же допустил. И они палачи, потому что немало умирает. Немало умирает, значит, ты виновен, что защищал. Я вот это, говорит, мое вот это тело, вот так кусками буду резать и кормить собак. Лучше, нежели тело Господне дам недостойно защищающимся. Недостойно защищающийся поверен смерти. Недостойно. Как не рассуждая о деле Господне, что это умер Господь, что отдал жизнь свою, что пролил за нас кровь, мы себе не принадлежим. Мы Божии. Мы Божии настолько, насколько может быть единение меня с самим собой, с внутренним человеком. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человечества, живущего в нем. Это сделал Бог. Инатихич, а вот время причастия должна совесть тебе подсказывать, что ты готов к причастию? Да, не он священник решает, кого допустить, а ты. И посему испытывает себя человек. Писание говорит, да испытывает себя человек. Что тут непонятно. Не меня другой будет испытывать, но да испытывает себя человек. Как приступает. Но опять священник должен видеть, нужно его причащать или не надо. Не надо почему громче. Еще раз. Священник понимает, что нужно ему причащать или не нужно. Священник уже должен видеть, нужно ему причащать или нет. Видеть должен. Ты себя видишь, когда причащаешься? Хорошо? Мы друг друга не видим. С каким намерением сказано. Лучше братья мы рядом со мной. И у нас не всегда бывает мирно. Меня трогают, когда я делаю какое-то дело, но лишь бы сделать. Вот он снимает, говорит, я сейчас смотрю, говорю, крайне непрофессионально снято. И не в лаборатории делал. Ты не заботился о зрителях, и теперь люди смотрят. Ты мог сделать, чтобы у тебя не прыгало, не дрожало. Зачем ты шел во время, когда с ним мал? Потому что можно было, не делая. А какое это отношение? А вот это, если плохо надо сделать, на работу, умное не умное, умное это причащие не доводит. До петли доводит. Человек теряет все. Мы должны быть внимательны, как Писание говорит. Ни под каким видом, нигде не поддаваться на то, что говорят люди вопреки Священного Писания. Написано, да и следует себя человек, и таким образом приступает к телу Господню. и чашей Господня. Испытает само себя. Но если совесть уже не обличает, что человек не обличает. Сожженной совести написано, а если люди сожженные в совести, и совесть его не обличает. А это уже явно всем. И когда говорят, продает ему какую-то недоброкачественную сельхозпродукцию, а выхваливают, люди берут, а потом пришел и говорят, я у тебя покупал, у тебя покупал там фрукты-то? Да шпалы нащербивые, креста на тебе нет, деньги взял, я едва мучаюсь. Креста на тебе нет, это было упор очень большой. А иногда человеку говорят, бессовестный. Это настолько серьезное обвинение. Бессовестный? А что такое совесть? Что такое совесть? Я говорил для себя, это мои наработки, и я за них крепко держусь. Я отвечаю, совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Участок, не вся душа. А иногда бывает всеми фигурами, человек слушает. Тихо, мирно, и он сразу чувствует, Бог сказал, уходим из этого дома. Дом этот погиб. Это только паникатор принял. А ученик, он соскочил, он узнал, что тут еретик живет. И он говорит, бежим отсюда, там боль. Говорит, учитель, ты все время думаешь о Боге, даже спать не даешь. Он говорит, так, обрушится дом. А ученик и говорит, ну, обрушится, но ведь дом-то недавно построенный. Недавно, на крепость Балоке они ручались, бежим. Выскочили, в это время дома руку. Это внутренним духовным органом он это понимает. Я говорю, зачем поехал, сейчас Сергей им говорю. Ну, любой понимает, дурью мается. Ну, никто не делает. Какая Россия, возьмите сейчас, до Португалии, никто, ни здесь, ни там, в мире этого никто не делает, то, что мы делаем. Вы являетесь сопричастниками этого дела. Так люди же ездят, они везут Евангелие или что-то, они везут не свой труд. И не везут там библиотеки или где-то что-то. А тогда что, это настолько важно. Я расслышал голос Божий. И ваше мнение меня совершенно не интересует. Ни ваше, ни президента. Я для Бога делаю. И сбить меня с этой позиции пока никому не удавалось. Почему? Потому что я вижу обильное благословение. Он только ехал, сейчас только позвонили, где заезжать в шахты. Даша сейчас выходил Марьясов один, бывший шофер. Вот такая вот у него борода. Патриарх настоящий. Он дальнобойщик. Он уже в Кропоткиной будет ждать нас на выходе. Кропоткина. Встретимся. Это Бог делает так. Поэтому причастие нужно, без него не спастись. Но вне церкви нет причастия. Ни у Батиста, ни у Пикова. Они просто говорят, они так и говорят, это воспоминания. Это не тело. Воспоминания. А у нас это реальность тела. Католики выявили даже такой принцип, что в реальности, в двух моментах мы встречаем Христа. Это в причастии в Папе. Причем тут Папа. Ну, Папа на месте Христа, на земле. Я признаю церковь католическую. Могу благословиться, но признать прямое отпадство, то есть руководство над всеми, никогда и никак. И это не соответствует действительности. Вышел на меня один раз говорит, вы, хороший, ну видно, просто с человеком разговариваешь, хороший человек, ну католик. И он первым делом заговорил о Папе. Я ему, отрешаюсь. Он больше тем это не касается. Я не знаю. Он зовет у нас двор, ночуете, то, другое. Бог знает. Ну, там может быть и не будем. Если ты любишь Христа, тебе только одно важное мнение Иисуса Христа. А как он на это смотрит? Я проверяю себя на молитве и вижу, что я делаю то, что поверю на Бога. Апостол Павел говорит, иду, и говорит, в Испанию. Мы едем в Испанию. Вы просто прочитаете. А я скажу, в Испании я там был. Мало видел, григаду не пел, но я там был. И апостол Павел, идя проповедовать, он мог сравнить свой путь с тем путем, которым ведут его товарищи-фарисеи. Ничего общего уже не было. Я расслышал голос Божий. Набрали, и в одном доме мы сколько оставляли. А ведь, вы видите, сколько томов. Каждую строчку надо было печатать. Каждая мостик должна быть оформлена. И в каждой книге, в каждой, я ссылок делал около трех тысяч из Библии. Тысяч! Это надо знать было по тематике, где взять. Во время разговора опять ее вставить, и взять один стих или несколько стихов. Это понятно, что у меня несчастность. Как вот себя отречься и посвятить жизнь Богу? Все-таки дети, дети, жены там и все. Ну вот это, кто любит отца или мать детей, жену больше, чем меня, не достоин меня. Вот и все. Бог сказал, и на этом все. И я повеление выполняю. Я выполняю миссию его. А если жена, где-то дети... Ты смотри предел, за которым смерть. Да, надо помогать. Написано, что жена-то заботится, как уводить жене. А ты в скобках поставь, и никогда ей с рода не уводишь. И ты поймешь, что твой труд напрасен. Есть разница между замужем и незамужем. Замужем заботиться, как уводить мужа. А я говорю, в скобках напиши, и никогда ему не уводишь. Он будет все больше придирать, все больше требовать. Когда тебе не надо, он свое будет влезать. Да. Не всегда так получается. Ну, я рассказываю, как в жизни бывает. Если у одного не так, не означает, что общий принцип нарушен. Нет, конечно. Ты должен так решать. А уходить вообще нужно. А если я буду, а меня арестуют, а жена как с детьми проживет. Ты иди и страдай. Протофоб по вакууму, как у нее семеро ребятишек было. Влюблено, надо пойти. Эх, говорит, связали у меня по рукам и ногам. А у него жена была. Подставь ему. Вот фильм «Раскол» Анастасия Марковна. Она говорит, иди, а, Петрович, посекай поросль сорняки среди поля растущие. Ты о нас не думай. Вот это такую жену иметь, это дело другое. Она цепляться не будет. В житиях есть такое. Их нельзя было, они крепкие ребята, нельзя было сломить. Молодые. Их арестовали к смерти. Надин говорит, ну ты сам подумаешь. Ну же наши кадры, ну, генофон страны уничтожать. То отпустите их домой. У всех жены, там, дети, у другого, мать. И они их уговорят. А вы им скажите, если они не будут такими, их казнят. И они уже было поплыли. Но. Нашелся один и говорит, что вы делаете. Это все уйдет. Жена, дети, это мгновенное. Этого не будет. А у другого мать престарела, он ради матери. И он им всем рассказал. Все, и они все пошли на казни. Домашние ревут, за руки ноги хватаются. Вы временные. Нормальный мужик, семья. И в руках с крыши видят воины, идут, шагают, арестованных священников ведут. Они увидели его, они его знали. Он такой ревностный был. Мордарий, привет. А куда это вас на расстрел ведут сегодня нас? У нас праздник души. Он мигом с крыши соскочил. И к ним туда. А там человек знакомый увидел. Говорит, ты беги к жене, скажи к детям. Домой я уже не пойду. Сегодня казнить будут. Такая дружина с рода, ты ненадёшь такую-то. И всё на этом. Он забегает, ну видно, что он со стороны этого солдата. И вот куда ты лезешь? Это воин это. Я хочу быть с ними. Пускай. Собаки собачья смерть. Запусти его. И он с ними пошёл. Это огонь. Его нельзя потушить. Огонь любви стилем. И многие воды не потушат её. Я люблю Господа. И поэтому это вот я делаю. Кому-то не понравится, осудит. А мне это абсолютно не касается. Я делаю дело Господне. Я знаю, меня ждут люди. Меня и братьев моих. И мы везём им дары. Вот это сделают в вашей библиотеке. В Ростове-на-Дону. В разных районах. Мы всю Ростовскую область проколесили. Кроме Ростовской области мы пошли все... Ставрополью всё прошли в прошлом году. Каждый район. В каждом районе мои книги вот эти есть. Кроме того, мы куда пошли дальше? Краснодарский край. Краснодарский край. Тоже моего везти. Адыгея. Адыгея. Ну дальше шесть мусульманских республик. Это только здесь. Не считая дальше Армения и прочее. Я делаю дело Господне. Сейчас в Украину не попадёшь. А мы в прошлом году, у меня везде, скажи, в городе справки из Киева, в Киеве, в парламентской библиотеке, в национальной. Инотихич, у Вас дары от Бога, таланты. А человек по-обычному, как угождать Богу-то обычному человеку? Почему никто не спрашивает, как любить жену? Как-то догадаются всё. Никаких уроков не пропадают. Почему? Любовь. Понимаете, любовь покрывает и открывает. Даже больше, чем положено. И так и здесь. У меня талант. Какой талант у тебя? Ну я вот могу то делать, это не каждый, что вы делаете. Это каждый должен делать. Вот я поел хлеб сейчас, рыбой закусил тут. Я дальше не думаю ни о хлебе, ни о рыбе. Почему? Там дальше устройство внутри есть. Соки идут, отдельно идут на волосы у меня пойдут сейчас, то, что я съел. Другое пойдет на ногти, третье пойдет на ладонь. Четвертое на силу, мускульную энергию и иное. То есть, всё это делается так. Так в нашем организме, естественно, с нашей душой соединяется любое Богу, выраженное в делах. Я хотел молчать, Ириния говорит. Я усилился, не буду никому говорить. За это бьют, у меня уже живого места нет. Но внутри меня был как бы разлитый огонь, он вырывался. Я не мог молчать. Я вот в тюрьме когда был, в лагере. Меня не могут заставить молчать. Они убить могут, а молчать нет. Почему? Я молчу. И следователи сами приходят, спрашивают. А я не знаю, начальник тюрьмы вызывает. Тот зубами скажет, что он уже начальника тюрьмы обратал. Он уже начальника тюрьмы, полковника. А он вызывает, каждый день со мной беседует. Но другого таланта нет. У тебя другой талант есть. Талант молчать. И молча молиться. У меня день начинался в тюрьме, подъем в 6 часов. Я всегда вставал в 4. Ну, найдите мне еще, у кого так было. В 4 это не приблизительно. В 4 стрелка только поднялась вверх, секундные со 60, я мгновенно соскакиваю с кровати. Шпонка называется. А охранники в глазок смотрят, а тот говорит, лег на меня, руку не шевелит. Вот сейчас заметьте, а в камере горит свет круглосуточный. Часов ни у кого нет. Во сколько вставать? Ну, там звонок будет. Ровно в 4 часа я на ногах. Я соскочил прям быстро соскакиваю, как будто на кровати не лежал. Что это? Перед тюрьмой я просил, Господи, дай мне духа молитвы. Я был настолько недосягаемый на следователе, у меня было 12 кандидатов наук, которые меня задействованы в разных городах. Я не могу сказать точно, но не менее 7 следователей, которые по Советскому Союзу разлетались, собирали на меня материал, у кого пленки, ничего не нашли, ничего нет. Я люблю моего Господа им. А что простого делать? Так я простой и есть. Я ни одного класса, ни семинария, ни академии, у меня ничего нет. У меня вообще образования никакого нет. Ну, не считаю, что 10 классов, техникум строителя, там, на что бы, ну, мужские где-то. И я не считаю это, то есть, что я знаю, что это, да, это талант, но не такой талант, который не достигаем, да, но я его шлифовал-то 50 лет. Я 50 лет шлифую его. Я сегодня дорогой рассуждали. Кто-то что-то делает, я обычно проигрываю, а как бы я это делал? Это талант, почему ты этого не делаешь? Ты вот вышел из этого дома, поел, а ты приверился к хозяйке, как она делает, что делает? А в дороге, да, вот приехать домой, жене там или другим рассказать. Вот я заметил человека, незнакомый, она заботилась, чем их кормить буду. Все рассказал, ты не думай. И я уже другим это рассказал. Ты не знаешь ничего, Татьянушка, сидишь дома-то, а молва тебе уже далеко идет, что сердце, любовь. Талант таланту разница. А это всеобщее, как переваривание пищи, как дыхание, я не буду дыхать. Я не думаю, дышу, легкий кислород, и думаю, сколько азота выдохнуть. Ничего-то, это естественно. И так, во Христе жить, это настолько естественно. Так вы ешьте. Еще вот сидите. Сергей. Да. Что? Все поедут. Ну хорошо, я слушаю, я отпичь хочу. Я делал, что сейчас уйду вниз, Татьяна Ильича, и сюда уже я не поднимаюсь. Утром мы уезжаем. Я, может быть, забегу только в туалет. Нет, забежать. А сколько вы поедете, и что вам приготовить? Если у вас светло уже 4 часа, вы даже уже 4 часа тронутся. Ну не меньше 4, мы должны отдыхать. 4. Вам что приготовить на воду? Ничего. Вы уже все приготовили. Ваша любовь поездка. Я не буду. Ну, рано не будем. Мы где-то остановимся, в степи там пожуем. У нас сухарей не шло, даже 1,5 часа, вода, есть мед. А когда среди и обеда, два раза едим, а посередине у нас с собой разные зернышки есть, арахис. Вам меда в рамочке не дать? Меду? Да. У нас мед есть, не надо. А у вас такого меда нет? Ну, такого нет. Вы даже в снимок увидите, я меда режу сотки. А то на счет такой... Я режу... Сейчас нет, но там был. Все, у вас вы пасеку не держите? Держим. Что, держите? Да. У меня брат держит. Вот тогда возьму. И я мед качала. Вы поняли? Сама. Вот если держите, тогда возьму. Она сама качала мед с пьедой руками. А если не держите, не беру, потому что мед это лекарство. Лекарство мне делится, как едой. У нас мама всю жизнь держала пчел. И поэтому каждому она качает фляга. Это сынок тебе фляга. Хоть день съешь, хоть два, хоть друзей зовешь. Ты распоряжаешься. Один год было меда столько. Даже мы копали ямку, просто мили, чтобы никак не утекло. Колоды всякие заполняли. Прям из пятыка покачает. Два дня приходит полная опять. Залилися медом. И вот у нас огород большой, 50 соток. Идут бабы там с поля. Мать кричит. Баба, анти, вы меда-то хотите? Хлеба у меня нет. Но нету хлеба-то. Ну, вы идете попутно с огорода, по два редка захватите до дома. Так, чтобы не зря идти-то. Ну, а тут уже наедятся и ребятишки. У меня папа водил пчел, 25 лет. А потом он брат. Я сказал, возьму сотов, возьму, потому что он у вас не купленный. Вот. И у меня принцип такой. У кого мед есть, я прошу, никого не угощай. Ты его береги, только ложечку степотовой воды на ночь. Если у тебя желудок больной, я расскажу, как лечиться. Я очень хороший врач. Значит, ложку меда слизывать, ни грамма воды. Медленно-медленно слизывай его. И после этого час не пей, не ешь. Один месяц только, и ты выедешь, это профессор Насаль описывает. На все абсолютно влияет. Есть какая-то болезнь, которая противопоказана. Я даже не знаю, что там полетичная, какая-то поджелудочная есть. Там какие-то добавки надо. Здесь ничего не надо, обыкновенный мед. Ну, мед. Не то, что сахарный сироп дадут пчелам перекачать, а потом так будет. Вот этот медок, прям вот он, как бы, на моей голове есть. Ну, это редкий случай, что вы в городе живете, свой мед ест. Я не против меда, я вырос на меду, но! Что ради-то лекарства? Это лекарство. Но если свой... На сдачу в деревне. Свой, я бы сказал, возьму. Только надо посуду, чтобы вашу не брать. Во что-то положить. Так, мы дома забыли вот такого размера чашку эту. Это надо у кого-то другого спросить. Почему другого-то? Забыли просто. Она была потеряевкой, я не забыл, кто там был. Мы садимся, когда сухарей насыпали, бывает размочишь. А потом, когда будут его вечером, я тру моркой. У меня терка с собой. А сейчас такая чашечка там все мимо летит. Оно даже две было таких, целлулоидные. Такие с маслом. Значит, уже мне не сказали. Я бы вам такую хорошую чашечку с крышечкой сегодня купила. Этой крышке как раз не надо. Обыкновенно круглой сделать эту длину. До сих пор, допустим. А металлической что-нибудь подойдет? Нет, нет. Тоже пластмасса, да? Да не то, что надо. Она дешевле и прочее. Мне мы делали... Нарежем у нас так помидоры. Лук, растительное масло и соль. Вот четыре компонента. И перемешаешь все. Тогда едим с этим. Ничего больше не добавлять никогда. Никакой ни сметаны, ни... Это пластная пища. И мы узнаем, если нет там помидоров. И все это в чашке большое перемешаешь. А сейчас чашки-то большого нет. Я скажу, ему надо отдельно куда-то добавлять. Нет. У нас, главное, две такие. Они лежат бездельные. Ну... Прости, балбес, сэр. У нас поговорка балбес, сэр. Это русские ездили там с шерифом, познакомились в Америке. И где-то малолетки есть. И он ребятишкам два месяца дает. Ребятишкам суд приговаривает. По согласию с родителями. И вот я спрашиваю, как звать? Он каблуками щелкнул и говорит, джип, сэр. А почему ты находишься здесь? Родители не слушался, сэр. Потому что балбес. А полезно тебе? Да, сэр, опять каблуками щелкнул. А ты сюда не хочешь походить? Нет, сэр, не хочу. Да ты же балбес. Не буду балбес, сэр. Буду слушаться. И опять ногой щелкнул. Вот. И мы это взяли за основу. Как что, не понимаю, балбес, сэр. Балбес, сэр. Поэтому так получилось. Вот. Сергей Всего не верит, что мы тут сегодня с ним на одной койке. Собака сюда. Мама принесла платок такой накинули. Собака встала ногами к нему, чтобы рядом. Тут интересно. Он въезжает на музей. Мама показала, там он. Стойка стоит, да, я же. И на заряженный плечок-то. Я говорю, да он уронит. Нет. Он, правда, там расшатал. Он за хвостом-то крутится. Ему двигаться надо. Я гляжу, мама, Татьяна Гориниша, там сидит и звонит телефон. Она, кажется, села и своей тяжестью его придавила со стенкой комод. Но пришлось его брать. А он сразу перестал играть. И она тогда с комода слезла, пошла на кухню. Она самой собой заблокировала этот комод, который он готов опрокинуть был. Знаешь, какой. И она придумала глина накормить здесь. Я говорю, ты меня с собой на плите их там, я ему добавлю. А он, все, забыл про меня, только за ней следит глина. У меня даже подозрение было, что она все-таки давала ему без меня. Она два раза пыталась сделать, я сказал, нельзя, никак. А вот они берут, что-то они шибко дружат. Все. Все. Сверстия. Пойдет? Маленькая? Маленькая. Не пойдет. Тоже маленькая? Тоже маленькая. Тоже маленькая. Не пойдет. Он что-то тереть не сможет. Просто заехать. Я не смогу, Иргойка, здесь. У меня таких нет чашку. Нет, мы достанем. Алюминиевая. У нас есть, мы доехали. В шахтах, я спрошу, у них там полно. Ну что? Вы там, у меня блины... Маленькая. Нет. Так. Татьяна, вы это... Блины ему хотели так... Вы видите, мы... Там лежат они. Да вы, наверное, уже скормили. Нет. Нет? Нет? У меня подозрение, если бы вы с вас родились. Загорели, вы его не прикрыли. Мне очень хотелось ему отдать ног. Я сказал, что нельзя. Так, как вы запретили. Да. Я сказал, что я возьму, я ему там... А у нас с тобой собачий корм, Галушки называют. Ага. Я туда добавлю, вот ты вот сейчас поест. Вот сколько времени Сергей здесь. От холодильного рога. Нигде, никогда он столько не был, чтобы рядом. Он лежит, прямо охраняет. Вот. Если оставлю здесь, ему наказать, он вряд ли пол подкусит к нему. Вот у меня собака. Я ложусь, сказал, жену не подпустит. А хотя она ее кормит. Охрана. Дверь, без крючка бывает приоткрытой ночи. Ни один, ни кто. Ну, мы тренировки делаем, будто кто-то в окно улезет. А потом ее подсаживают в ювелирный магазин, она мне деньги зарабатывала. Ну, и однажды кто-то взял там кувалды или кирпичины ко мне угодно. Вывели стекло. И схватить. Скорее убежать. Как удали, она как вылетела там. Ну, милиция приехала. Большим щитом заложили. Зайти-то не могут. Продавцы говорят, а мы как пойдем? Жить надоело. А на ней разницы нет кто. Ее территория здесь. Ну, они, кстати, домой. У меня нет дома. А соседи говорят, что в субботу он молится в церкви. И правда, они меня там нашли в милицейскую машину в ювелирный магазин. И тогда я ее снял. В церкви зашли. Все целое. Она все оправдала. Вечером, ну, все, пило часов пять за мной. Я в каске в мотоцикле сижу. Она в люльке по сторонам. Вот, как я легенда. В окно там выглядывает, смотрит кобель. У меня самка была. Я всегда сам еще держал. Знаете, это же простоя собака. Но ты можешь столько в ней увидеть полезного для тебя. Как можно скучать в этой жизни? Ну, а ты бы лежал, как Сергей. Не знаю. Это выше обыкновенного человеческого подвига. Человеку это невозможный только Богу. Это только Бог. Я к себе примеряю и вижу, что он работает. А я не знаю. Я бы только плакал, может, лежал и благодарил Бога. Но это тоже дар. Дар за людей, помнить о нужде. Я этого не знаю, что он мне помощник. У меня я отдельно молюсь о помощниках, отдельно о болящих, отдельно о милостях, которые помогают средствами. Так он у меня во все категории. Кого упоминаю, там Сергей. Это здесь Сергей. Он захватил полигон, где есть. Ешьте, сейчас я выйду. Так, вопросы? Я думаю, что, мне кажется, отдыхать надо. Если вам надо вставать завтра, надо поспать больше. Он именно тот, который тогда сидел и разговаривал, и когда говорил ему, он еще головой. Теперь-то я его узнал. Сразу я его не признал. Я вас не узнал. Вы-то там в сидящем положении сидели, без машины. Да как мне его узнать? У нас сколько людей? Сколько с вами общаются? Сколько лиц? Так он всех помнит и по именам помнит. А у нас было какое-то мгновение общения? Да. Все на всем. Тем более про компьютер. Христос сказал слова, которые надо чаще повторять. Славу друг от друга принимаете, ищите. А от единого Бога не ищите. Священнику нравится, когда отцу Кириллу говорю, батюшка, благослови. Священник благословляет тебя. Им это нравится. Людям нравится это. А славу от единого Бога не ищите. Если от единого Бога искать, положение меняется. Я не должен так безумно следовать, что говорит священник. Я должен проверять по Библии. Правильно ли он говорит? Тудрель меня обидел. А священник должен смотреть на пас. Что она с горбатиной? Она тут стоит. Она дома не такая. Тут она дисконтом, а там она басом дома. Выворачивает. Одна пишет, и ей одна звать было. Все жалеют. Муж пьяница. Как пьет? Да пьет Тимофею. Ой-ой-ой. Да как ты терпишь? Сколько ты перенесла? А ей она в этом плывет. Ее все жалеют. Ее один подсказал. Ты начни молиться, что Господь может переменить все это. Ну начни с себя. Она стала молиться, и она увидела, что Тимофей ее такой, потому что она такая. А от этого стервозная бабенка была. Пиздец лезет. А мужика еще нет. Он из горя запил. Выражение даже такое есть. И она когда-то все переменила отношения, и он стал ведущим. Он до времени был. Она его удерживала. Так. Насчет того, что говорит Тимофею. Да мы же ходили по поводу. Ну что, а вы чего же сидите? Да вот и спрашивают. Чего? Надо помыться же. А мы свои рубашки-то не взяли? Постирать на эти рубашки. Что ж сидим, а я тоже забыл. Все постирано. Надо забрать теперь. Все. Ополоснуться только чуть-чуть надо будет. Я все свежее надел, у меня все свежее. Так. Ну все. Прошусь к тому, что я схожу. Сервый, идите, а не погребет. Еще его трогать не надо. Смотри-ка, как он прекрасно лежит. Садись на моей месте. Вот пошел. На моей месте очень прекрасно сидит. Значит, порядок такой. Все, я сейчас ухожу. И сюда больше я не захожу. Я прямо из машины, вот они придут, вот они. Садимся в машину, поехали, так? Да, да, да. Так у нас ничего не удерживают. С этой шахты позвонили. С магиасом решено. Ну и все. Прилягу рядом с тобой, Валейка. Ну да. Вот мы здесь оказались, Сергея. Стульчик поставьте. Никак не могу приспособиться. Валейка тебя подвинул к себе. Ой. У меня, видишь, это как бы непонятая была. Я бы легче было. Ну вот так, по голову может. Вот. Господь позволил встретиться. Познакомились. Я однажды с Сергеем когда познакомились и говорю, а что это у тебя платок-то на голове? А он, я не знал, что с ним-то. Он когда рассказал. И вот все знают сейчас, что мы с ним дружим. И вот за это начинаешь хуять. С кем-то связался там, такое-сякое. А он никак не разряжется. Так. Вторую банку этой. Березок и принеси сюда. Не надо, хватит ему одной. Не надо. Возьмитесь с собой в дорогу вот. Так, подождите. Мы договорились уже с ним, я же не вам привез, а ему. Татьяна Владимировича. Да вот ему много. Нет. А он будет стоять долго, что ли? Он сказал, это для меня как квас. Это лучшее средство для почвы. Природное. Это не как квас, настоящий квас. Нет, а он стоять долго. Настоящий квас. Меду добавить. Он заквасился. Если сильно кисло будет, маленечко, чуть-чуть соды. Прям чуть-чуть. Принеси. Принеси. Сейчас сразу кто-нибудь меня провожает, поймёт. Возьмёте. Вот такая вот. Она не очень такая вот полная, но вот такая вот. Вы вырежете вот цвет. Ну-ну-ну-ну. Почему? Вот вырежете. Нет, я думал, что это будет отрезанное, положено во что-то. А он вытечет. Вот эту вот часть, маленечко вот так вот. Он вытечет. Нет, не возьмём, не возьмём. У нас негде даже положить. Послушайте меня. Так а мы без него как возьмём? Он начальник. Пожалуйста. Начальник всегда прав. Это маленькая часть Европы. Это вытечет всё. Нет, не возьмём. Вытечет. Вы потом лучше разрежете. У нас абсолютно негде. Не положить никуда ничего. У нас там книги. Понимаете? В тягость. В тягость. Вот это вот вы положите в какой-то маленький какой-то сосудик. И всё. Вот эту вот только часть. По проводам. Только не стеклянное стекло мы не берём. Потому что он у нас всё расцепится. В полиэтилене немножко чем. Чтоб коказ вошёл. В двойной. Знайся, Тихачий, да какой же наказ-то? Наказ-то прошёл. Какой наказ говорю? Какой? Мы все полезны друг для друга. Следите, может что будет. Но Виктор-то вам накачал, будь здоров. Мне работы хватит, да, сейчас на неделю. Я вот думаю, как вы будете, ролики. Там-то найдёте вы людей, которые выставили бы вам. Ну, в Греции. В Греции, да. Там есть Марина, да. Ну, можем Гер... Определённая щётка сказать про Германию. Про Германию. Греция, Германия. Мужка ли я не дал вот эти адреса? Пусть туда заливают видео в Сенате адреса. Ну, как с Евгением договорились. О всех адресов я уж сам заберу. В Греции могли бы... Я адрес-то принесу. Сейчас я помню. Значит, вот эта определённая щётка. Так, теперь эту... Из Франции это... Поблагодари. У неё никого нету. Она одня, она идёт монастырь. У неё никого нету. Она одинокая. И спрашивает мне ещё. Благодарность. Мы можем выразить. Пошёл. До свидания. Золотые твои ручки помогали мне столько. До свидания, брат. Да. Увидимся. Простите. А, чуть-чуть нам не достохли. Сейчас я... Как это моя? Сейчас я сверну. Не надо, я соно верну. Это тоже не надо решить. еще тут ничего я смотрю что работаю уже формирует там все расставляю и на тихий я там микрофон передал вообще микрофон теперь будете прицеплять сюда к рубашке лучше звук хороший был да как какое надо соединять с чем-то с провожанием камеры ну пускай делают уже все сделали пожалуйста и будет звук идеальный вообще вот когда ветер с я сколько раз об этом говорил я сам добывался добивался этого когда бывает где-то выступает у них такой беленький свет и все там не получается вот какой-то должен быть на которая поступает и снимает а мы с ним раздражать нигде его будет я ее код ушел а ушел ушел куда-то ушел сейчас выходил я в комнату у меня в ногах день и ночь лежит так мы сейчас побежим скорее я держу мама в окно сколько закрыл я все утро будет из двух часов все бабушка какая-то трубил собачку водила ночью к трюк для техщики там александрова нарез он писал он вам там денег еще передаст вот потому что у меня налички не было не было с собой это кто он от меня передаст там деньги у жены у него ходила нету но ее никак не вызовешь ну что едем а уж как бог даст главное качество делаем это добровольно желанием и созданием опыт у нас уже достаточно для того чтобы завершить эту миссию за рубежом нам больше никогда не быть это я тут так все бог себе было в одно что все мы хотели я пошел даже аппарат не взял я-то думал утром не быть думаю скорее 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 так вот рассудились значит мы сегодня бы 24 00 даже перепресечь если мы теряем около двух суток ну что пойдем мы дорогу уже и помолимся здесь кратко совершим молимся на вас себя а этот-то второй мужчина безборода который был он там пошел и остановился еще долго стояли но интересуется тоже но маленько видно что его счет это тронуло начинал разговоры какие-то и такие подводил к тупику выход только один во христе у него разные вопросы как-то их заводит прям сразу в угол дальше видишь и маяки не буду даже в разговоре доброхота давище обоих любит а вот бог бог взял вот почему вот это все все эти почему к одному сводится бог сделал человека свободный вот он никак не эту мысль не проталкивается на у него он дал свободу а в этой свободе я отображаю божество он свободен бог и меня по образу сотворил и бог предложил жизнь и смерть вода огонь благословение проклятия но добавляет зачем тебе умирать или жизнь я вот избрал избрал сознательно это радует меня а вот он в это время идет ищет по машинам по чужим на то и другую не соизмеримо и внутри недовольство какое он держал это стал вроде как маленько получше видеть но не на выглядит все скажи искали надо было почаще выходить а теперь все только до греции а в греции там попадутся не знающие совершенно невероятное было дело даже встречи это могла ли она быть и так все подвело и все думаю об этих англичанах как бог отвел от этого и не было этой идеи но мы им все раскидывали если зайдут мы найдем ну да ответить то он должен сегодня но если ответить то вы хотите то сможете к нему а к нему честно как ему я вам это не оставил имя фамилия как его си 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 надо было мне вон пароль оставить я не захватил вывалил все там не найду его пошел все расчеток коленку тут это экскребет а у меня посмотри что какая дыра в кармане провалилась эта медаль это она мне ногу скребет это ничего ну за наши сапоги в сапогах я ничего не потерял совершенно дыра откуда такой дыреба не знаю город проживания какой где он лондоне где живет где где живет живет где ноги в лондоне где-то наверное там сей сандрови надо было про свою флешку не взял и не думал даже сходить Она у меня в кармане была, но так как я этой дырки испугался, все выложил. У нас сиденье закрыто этим. Ну да, дырки опасные такие. Как вы? Опасные дырки такие. Ну, я сейчас зашью, у меня нитки, иголки, я люблю, всю дорогу шью. Значит, рубашку зашивал. А рубашка такая, вот такими слоями заплачивает. Но она мягкая, и мне это надо надевать ее. Кто там видит? Ну, кому если показать, то никогда никто не подумает, что она носимая. Она чистая, хорошая. Сергей, он переписывался с Анной. Может через Анну сможешь зайти к нему. Хорошо. Все. Мы совершим краткую молитву. У нас времени совсем нету. То есть мы уже запредельно прошлафились. Не знаешь, куда повернуть от этого. Везде японию. Я-то не поворачиваюсь никуда. Ну, обстановка говорить. Ну, что тут говорить? Считать даже не надо. Боже. 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 Мы кратко просто помолимся. Болите Бога, а на святые угодники Божии, Игнатия Николая, Виктор Сергеевна, ибо мы усяжно к вам прибегаем скорым помощником, молитником о душах наших. Благородица Дева радуется, а в равном море Господь с тобою, благословен отружена и благословен плодучи левого твоего. Я хранила Иси Христа, спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, исчезла, гожестворящего Креса Господи, не оставь нас в бывающих мать. Спаси Господи люди Твоя и благослови и достояния Твое, победа на сопротивное даруя и Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси Господи, помила Отца моего духовного, родители, родников, благословения, митрополития, Валера, Писка, Левтихи, Веламина, Агапангела, Диамина, Тихона, Анатолия, Священного Иоакима, Павла, Геннадия, Семьи, Семьи, Василия, Михаила, Михаила и всех. Ибо это шоколадка молится на патриархах Ерила, Венедикта, Франциско, Корнея, Александра и паспоих, или священнических, иных. И вы, шестье, служители миссионеров, христианам, языщникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и путь наш доводит успешен. И сохрани посеянное нами от лютых волков нещадящих стадо и книги наши сохрани. И путь сделай наш благоуспешен, во славу Твоего Святого имени, и сохрани нас, и животное, и транспорт наш. Да будут благословены все встречи. Благослови этот дом приживущих и приходящих сюда, дабы имя Твое расслаблялось. И болящего брата наше, Сергия, умилосердит Господь, укрепи, дай силы все это перенести. И через ее страдания, нас научив, благодушен принимай все, что Ты посылаешь нам. Соразмеяя свои страдания с Его, Ты умер за нас на Голгофском кресте, прожил причистую кровь. Ты искупил нас от смерти и ада, слава Тебе, Ты сделал нас свободными в Тебе, Аллилуйя. Исполни нас Духом Твоим Святым, чтобы нам быть Вадимым, Духом Божьим. Чтобы мысли наши были о Горнем и о Небесном, Личный Создатель. Мы временно и так кратковременно, нощи насценить то, что Ты заложил в человека притворение, иметь общение с Тобою. Ты близок к сокрушению сердцем. Слава Тебе. Слава Тебе за прошедшую тихую мирную ночь. Утиши битеж Украины. Благослови правителей Владимира Дмитрия Баракова Александра Александра Рамзанова и всех, которые не знают Тебя, вразуми. Дай им страх пред Тобою, чтобы они знали, что в ними есть Ты, Царь, царствующий Ты, Господь, господствующий. Мы на милость Твою уповаем, Господи, предпочитая остаться всеми оставленными, но не Тобою. Слава Тебе, наш Господь. Хвала Тебе, Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Авва, Отче, свят, 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 Господь Самового. Вся земля полна славы Ему, Аллилуйя. Слава Вышлию Богу на земле и мир. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который Ты дал мне святую Библию, указав на полкование святых отцов, как на истину. Благодарю всех, трудившихся над моей душой и ее возрастанием. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Богородица, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. И покроем оформу любви отечественных. На всех этих мытницах, таможнях, проведи нас. Ангел Христов, хранитель мой, святой, моли Бога, о мне грешен, Ты столько лет меня храни. Не покинешь смертный счастье, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою, помытарство, введя на веке вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креситель, критящий Христов, моли Бога, о нас. Господи, научи на житель бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать. И каждому дару жилье. Святитель Христов Никола Берликейский щедротворец, добрый архипастырь, образ кротости и воздержания, моли Бога о нас. Благодарю за усыщенную молитву о людях, о животных. Благодарю Тебя, Господи, что услышал молитвы, вернул наши паспорта. Слава Тебе. И этого Андрея, призывавшего нас, старавшись, чтобы мы попали, утишь. И все устрои, как Тебе угодно. Дабы Тебя Твое, святая, не хулилась через жизнь наша. Аллилуйя, святая пророкия, молитвы Бога, она исполнит Господь Духом пророческим церковью. Дабы день прихода Твое, наше отшествие, не застав нас не готовы. Но мы еще навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры. И сосудами полными, и лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя, святые ангелы, архангелы, херувины, серы архимы, все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие. Молите Бога нас, святые всех вами, апостолов. Молите Бога нас, давит Господь, крепкую веру нам, чтобы, взирая на вашу кончину, подражали двери ваших. Дабы никто не принял очертания двери. Антихристов. Святитель Христов Василий Григорий, богословий Иоанн Платоуз. Молите Бога нас, святые жены и древы. Вальвары, виполчатся. Антина, самарянина, первого года. Все святые. Молите Бога нас, даруй Господь, послушание и молчание. Целомутрие и стыдливое жены и древо. Сохрани их от поругания. И упроти не покоривайся. Галины, семейство. Надежда, надежда, надежда. Святаго Молея, Иисус, Молея, и Библия. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Прими, Господи, нашу молитву. И воздяни рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих и Тебе на небе и на земле. Услышу, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедших на молитве, о них спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и слышь, и трактно. Аминь. Ну что, отпускай бороду. Я вчера пошел и думаю, как же так. Мама блины давала урагану, то я забыл. Он пришел, там что-то стоит. Я говорю, да я стану и ехать. Она там столько, если не скормила сейчас. Вот так. Всем передавайте, кого можем, мы вспоминаем, дорогой молимся. То брат Николай, то Виктор, давай помолимся. Ну, у меня еще таки. Здесь мы по одному поклону на все эти, а там мы по десять. Так, помилуй меня, Боже, живущий под кровью Всевышнего и воздружающим и горам, так. Ищение Слова Божия. Наш путь благословен. Вот она, рука. Сколько уже сделал? Вот, смущи. Сколько уже сделал здесь. И свел же Господь и расположил. Совершенно невероятно. Это даже. Вот одно из чудес. Какое, говорю, чудо. Чудо, что нам Господь вернул паспорта. Эта задержка была не случайна. За которой наш племянник был, мы говорим, после нас, который подал, уже мужик выходит с паспортом. Они бы еще лежали тут месяц или больше. То есть кому-то хотелось, чтобы мы не пошли то, что пробил Господь вернули. И в паспорте поставлена 30 мая, печатка-то. А она, печать нехорошая. Хорошую не ставят, когда отказывают. Но они объяснений не дают. Если эта печать есть, если только уже сам консул что-то изменит. А так сейчас мы начнем, они будут крутить и вертеть. Я это знаю, у меня было. И это от Бога. Потому что вот рассказывал о том, какой там был хороший наставник, Тихон там где-то. Предположение, что отравили. А это все возможно. Потому что такие, как Березовские, рухнули, даже не видно. Мы и так достанем их словом, если они расположены к этому. Хорошие люди-то. Я этот сесенец вижу, как он старается. Отпуска поджимали, чтобы в это время, когда я там буду. И уже назначали в разных местах, где... Ну, от нас не зависит. Никак. То есть мы со всем желанием. И притом, нигде этого нет. Как при въезде должен я купить таблетку. По-нашему где-то 3000, что ли, таблетка. Собаки, чтобы от вшей, которых нету. Вообще. Собаки 3000 на таблетку. А мне на каждый день по 3000 кладу, и этого мало. И посчитали, а они мало. Они не знали за счет сцепиции. Сисла нету. Вообще. Не того цвета бумажка. Глупости, конечно. Но нас Господь любит, и поэтому развернул. Поехали. Все. До свидания. Я с бритыми до недели никогда не приветствуюсь, не с удовольствием. Но ты для меня не бритый. Потому что такое-то есть. Я даже на фотографии их отгоняю. Вот. Возьми у него. Принимает вас до недели мир. Ручку мне дайте. Ручка есть где-то тут. Ручка есть? Да. Вот это вот как раз и у библиотеки. Да, чтобы одна бумага мне пошла, они на ней печать поставили, если можно. Это был бумагой, да? Сегодня у нас, наверное, четвертый уход, да? Четвертый. А! Да, да. Четвертый, шестого, 2000. Сначала с ними переговорить, чтобы они запустили в интернет. Они всегда проверяют экстремистская, неэстремистская литература. Попы дали бы миллионы сегодня, чтобы загнать туда, но нигде ничего нет. Ну, Бог просто закрывает глаза. Я знаю, кто это делает. Сейчас и Кемеровская епархия, и Тульская подсоединилась к ней. И они друг у друга воруют, и гонят что угодно. И телесторионного братства, как похожее там, белая. То есть, что преподавали, у него там все застряло, это черная заноза в мозгах. И звенящие какие-то кедры, Анастасия, то есть, больше они еще не знают там. Ну, саентология, конечно. А тут же показывают, как один другой архиерей, патриарши к нам приезжают. Вот сейчас на день деревни было, 11 мая. Шесть священников Московской патриархии приезжают, на месте служат. Один дьякон. А? Один дьякон. Шесть священников. Дьякон. И служат все вместе в нашем алтаре, по деревке такую даль валадится, тащится. И прищищается, и приветствуется. И дальше продолжает свое делать. Я им просто говорю, что если мы еретики, а вы точно знаете, если еретикай молитесь, вас всех отлучают. Надо, а до нас не то, что мы не еретики. И они не понимают, что делают. Это страшное поражение. Почему Исидор Пилосеватый говорит? Ну, заранее уже. Человек, если не расположен, предвзятое мнение, оно дает неправильное мышление. А злоба вообще отнимает разум. В общем, мудрость выше, она беспристрастна и нелицемерна. Мне нравится слово беспристрастно. А это пристрастие. Что-то они могут лучше предложить? Нет. Даже в помине нет. Они не знают, что. Но это естественная борьба двух миров. Если бы на них смотреть, ну, как-то реагировать, то вообще жить незачем было. Такое не окружили меня аурой, как они говорят. Ну, не они только, но и друзья. Мы оправданы перед Богом. За них молимся каждый день. А ущерб Бог даст. Они друг перед другом. Они все боятся. Боятся страшно друг друга. И вот эта ложь московской патриархии в этом заключается. Неискренность между Пасвой и Священным Началием, и Высшестоящим, которые... Помню, в Омске Владимир, там, по-моему, мы два года назад были. В прихожке внизу сидим, рядом в священник, посылает одного, потом, кажется, семинарист пошел, чтобы принял нас на полторы минуты. Матрополит подарить ему книги. Не под каким видом закрылся, и все. Да, мне интересу просто и то бы слышал, а я сижу с книгами. Ну, ладно, отдам, да еще давать буду. Я поднялся, я пошел с книгами. Видал-то бояться. А перед ним, который архиерей был, у него отец Аким служил. Так он его на покой отправил, Феодосия. Так он все патроны, все, что было, выключатели, все ободрал абсолютно. И оставил голую. И это говорит не кто-то, а наш епископ. Ну, и заново пришлось все восстанавливать. Ну, еще нам сравнивается одно-другое. Нам Бог дал, мы нигде ничего не обдираем. А наоборот стараемся что-то приклеить. Пошли. Все, с Богом, братьем. Богом. Так, ничего не забыли? Мою зарядную взял, да? Я взял, взял. Все, 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 все. Который пойдет в библиотеку, Сергей, постарайся, чтобы он заранее подготовился к почвам. Чтобы они были расположены к почвам. А если нет, то найдешь кому-ка их дать, чтобы не пропало. Выше этого они ничего не будут иметь.